Вирус особенно опасен для людей в возрасте. Им лучше не то, что не летать, а вовсе оставаться дома. Пожилым южноуральцам на время самоизоляции будут доставлять продукты прямо к двери. Причем собственные соседи. Пенсионерам нужно будет лишь опустить письмо в нужный почтовый ящик. Если именно вы хотите стать имхспасителем, алгоритм действий очень прост. Бланк объявлений очень простой. Здесь нужно всего лишь написать имя и номер квартиры, разместить его около лестничной клетки, а дальше уже пожилые лица могут написать свои потребности, опустить свою записочку в почтовый адрес с вашей квартирой. Найти такой спасательный бланк можно на платформе «Челябинск. Не болей». Распечатать и разместить в своем подъезде. Так пожилые соседи, которые входят в группу риска, будут знать, что могут обратиться к вам за помощью. У нас есть задача обратить внимание общества на эту проблему. И судя по скачиваниям, нам получается. И более того, заинтересовались коллеги из других регионов. Тем самым мы будем соблюдать, разрывать ту самую эпидемиологически неблагополучную цепочку. И спасать жизни людей. В Челябинске сейчас живут более 11 тысяч горожан старше 70 лет. Они под пристальным вниманием социальных служб. Их обзванивают и спрашивают, какая помощь нужна. 35 семей сейчас изъявили желание, чтобы мы в ближайшее время к ним пришли за оказанием помощи доставки продуктов питания. Это оплата коммунальных услуг, ну, или каких-то других. То есть по мере того, как будем обзванивать дальше, мы будем понимать, какое количество граждан нуждается в нашей помощи. В России также запустили акцию «Мы вместе». На сайте мывместе2020.рф можно предложить свою помощь в качестве волонтера. Покупать продукты пожилым и инвалидам. Кстати, помимо пенсионеров, Минздрав рекомендует не выходить из дома людям со слабым здоровьем. Например, с аутоиммунными заболеваниями, после трансплантации или химиотерапии. Также коронавирус более опасен для жителей с сахарным диабетом, гипертонией, сердечной недостаточностью. Продолжение следует...